Привет, друзья! Вы на канале Ульчинета. Я вернулась в мой дорогой, мой любимый город Петербурга. Нашла парк неподалеку от места, куда мне сегодня нужно обязательно съездить, и приземлилась. Приземлилась под березку. Парк называется Нева, и здесь есть детская площадка, есть разные скульптуры. Вот я сейчас, например, смотрю на павлина, у которого вместо хвоста огромная цветочная клумба. Новое для меня место. Я разулась и заземляюсь. Ну и, конечно, параллельно сейчас буду вязать и болтать. Сначала расскажу, что у меня сейчас в процессе. Ну, во-первых, я выгуливаю своего фиолетового ежа, и по фотографиям вы, наверное, заметили на моем канале или в моей группе ВКонтакте, что я сейчас вяжу свитер. Ничего не замечаете? Посмотрите. Да, действительно, фиолетовый мой любимый цвет. И еж фиолетовый получился, потому что это для меня очень такой сильный, очень такой знаковый цвет. Цвет моего состояния, моей заботы о себе, моей веры в себя и удовольствие. Во-вторых, я выгуливаю еще одного ежа. Это вот такой солнечный желтый ежик, который родился для одной моей ученицы, для Миленочки. Она говорит, Наташа, я пересмотрела всех твоих ежей, которых ты вязала, и, по-моему, желтого у тебя еще не было. Ну, на самом деле, желтый был, но это был еж-подросток, у которого из иголок только вот здесь вот наверху челочка. И этот еж-подросток живет в Москве, и совсем недавно он путешествовал со своей хозяйкой Ирой на Алтай, и они летали вместе на параплане. То есть Ира летала с инструктором, и с собой в кармашке куртки у нее был еж, и она прям оттуда с высоты передавала мне привет. Такая история. И вот этого ежика я связала в поезде, это же еж-путешественник, и привезла в Петербург, чтобы встретиться со своей ученицей. Посидим тоже в парке, повяжем и передам ей ее нового питомца. Вот, ну и, конечно, у меня на крючке сейчас свитер, он будет выглядеть примерно так. Мне очень понравилась обложка журнала и узор. Но что я вижу, что сейчас получается? Я уже довязала для переда горловинку, вырез, точнее, под горловину, здесь еще будет резинка. Я вижу, что узор не особо просматривается. Например, должны быть вот такие шишечки, но их надо вот прям пальчиком так тык, чтобы они стали очень такими ярко выраженными. Видимо, из-за того, что цвет темный по сравнению с тем, что на фотографии, из-за этого рисунок не так сильно будет просматриваться. Но не знаю, не знаю. Посмотрим. Я планирую этот свитер, когда свяжу, постирать, вымочить в кондиционере, чтобы он стал помягче, попушистей. Вот. И в поезде на обратном пути я уже начала вязать спинку. И спинка на самом деле почти готова. Мне осталось вязать буквально несколько рядочков по прямой и потом уже переходить к вывязыванию задней части горловины. Там будет чуть поменьше вырез, чем на переде. Так вот. А, да, еще. На прошлом видео, когда я сидела на берегу северского Донца и вязала, на прошлом видео я была в вязаном купальнике, конечно же, своего собственного производства. И одна моя очень внимательная подписчица заметила этот купальник и спрашивала, что это такое красивое. Я вам его не показала. Вот. А сейчас я вам готова показать кое-что. Да, это топ. Это топ, который я связала в прошлом году. Сейчас посмотрю, получится ли полностью его показать. Вот он у меня с шортиками. У топа были лямки. Они были связаны в виде валанов, но валаны были маленькой такой ширины из-за того, что у меня закончилась пряжа. И пряжа тогда стоила, по-моему, в два раза дороже, чем изначально. И я не стала докупать еще один моток ради валанов. Ну и в конце концов, когда я носила этот топ, он так хорошо сидит на теле, что лямочки по факту оказались ему не нужны. Они у меня все время спадали. Я ходила их поправляла. И, соответственно, спустя некоторое время я эти лямки просто убрала. И ношу я этот топ вот так вот под рубашку летом в Петербурге, когда очень тепло. Пробовала его носить в теплых краях, да, где жаркое лето. Нет, не очень эта история подходит, потому что все-таки он плотно прилегает к телу и жарко, короче, в нем. Поэтому для Питера шикарно подходит. Можно носить как с рубашкой, так и без рубашки. Очень, по-моему, хорошо смотрится. Ну а сейчас я продолжаю вязать спинку. Я начала уже второй или третий? Третий. Третий моток. И беру ниточку из серединки. Ну тут какая-то серединка прям запутанная. Очень много узелков. Видите, что происходит? Так, что с этим делать я пока не придумала. И благодаря этому моточку я подступаю к теме сегодняшней болталки. Это тема ошибки. Так как я занимаюсь вязанием не только для себя, но и на заказ. И так как я совсем неопытный мастер и продажник, я делаю все очень интуитивно и на Абу, то, естественно, у меня случались казусы. Казусы в общении с заказчиками, казусы и переживания мои собственные, да, мои собственные ошибки, когда приходилось что-то перевязывать, что-то переделывать, а где-то делать соответствующий вывод. И вот одна из первых ошибок, она такая больше профессиональная и больше сейчас прозвучит, наверное, как рекомендация. Перед тем, как начать вязать какое-то изделие, лучше возьмите вот этот моток и перемотайте в клубок. Зачем? Ну, во-первых, из клубка пряжа ровно и аккуратно разматывается. То есть не нужно делать, когда вы вяжете вот такое движение, да, когда вы ниточку вытягиваете из мотка. Во-вторых, клубок меньше по своему объему и его удобнее с собой таскать в сумке, когда вы, например, вяжете где-то в парке или в транспорте. Ну, а в-третьих, когда вы перемотаете пряжу в клубочек, вы увидите, есть ли в ней брак. Вот, например, вот в этом мотке оказался брак. У меня здесь не два кончика, как полагается, да, один снаружи, а второй изнутри, а три кончика. И вот откуда взялся третий, я пока не пойму. И я вот сейчас вяжу и жалею, что не перемотала этот моточек в клубок. Ну, да ладно. Еще одна история прилетела ко мне сегодня утром и натолкнула меня, собственно, на мысль по теме этого видео. В поезде я вязала маленького ежика. Если вы видели шорт, то такой нежно-розовый, парби-еж, как назвала одна моя подписчица его в комментарии, нежно-розовый такой, очень прямо воздушный и очень светящийся, как будто бы получился малыш. И подписчица попросила его связать маленьким для того, чтобы он стал брелком. То есть не вот такого размера, а чуть поменьше, да, то есть почти половинку получился. Смотрите, кто ко мне пришел. Кто ко мне пришел? Привет. Что тебе бросить? Давай, брошу, 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 давай. Какой малыш прибежал ко мне пушистый. Выпросил, чтобы я ему бросила тарелочку. Ой, столько эмоций. Ну так вот, маленьким этот еж получился. Я переживала, что маленькое изделие вязать сложнее, ну и переживала как бы не зря, потому что это действительно оказалось непросто. Вот. Усложнило эту задачу мне еще то, что я вязала в поезде. И я ехала в шестнадцатом вагоне. Это был последний вагон в составе. И этот вагон мотыляло по всей железной дороге как только вообще можно. Вот. И, соответственно, сложно было крючком попасть в петельки. Но ничего, я справилась. Я, конечно, взяла крючок поменьше, я, конечно, размер тельца уменьшила за счет того, что несколько рядочков убрала, поэтому по высоте получился поменьше, поплотнее его так набила и достаточно плотно вязала, поэтому с размером я справилась. Глазки, конечно, можно было сделать меньшего размера, но, опять же, так как я вязала в поезде, у меня не было магазина, как говорится, под рукой, то те глазки, которые у меня были в наличии, те и получились. Проблема вышла с цветом иголок. Потому что подписчица, когда делала заказ, попросила, чтобы иголочки были розовые. И оттенок, чтобы я выбрала сама, по настроению. Вот как увижу, вот такой и возьму. И я действительно так и сделала. Я пошла в магазин уже прямо-прямо перед отъездом, перед поездом, чтобы успеть купить пряжу и взять с собой поездку. И я выбирала этот розовый оттенок действительно очень прямо эмоционально, что ли. Я не хотела ярко-розовый, потому что это такой очень такой цвет, привлекающий вырвет глаз, такой очень типичный. Я хотела выбрать пряжу, чтобы она вот прямо по толщине была, чуть тоньше, чем пряжа, которую я обычно беру для иголок, ежей, чтобы в маленькие тоненькие петельки все аккуратно вставлялось. И я выбрала пряжу такого нежно-нежного, теплого розового оттенка, такой даже ближе к персиковому, что ли. И очень была довольна своим выбором. Но сегодня вот заказчица получила сообщение о том, что в Инстаграме она уже увидела мини-езжа, который получился. И с размером все в порядке, а вот цвет не очень понравился. Заказчица попросила переделать, спросила, возможно ли это. Я сказала, да, хорошо, переделаю. Заказчица попросила цвет более яркий, по-моему, оттенок фуксии. И в этот раз я написала, чтобы она мне прислала какие-то фотографии из интернета с этим цветом, чтобы я уже пошла выбирать пряжу в магазин прям с конкретным запросом, с конкретной фотографией. Вот. Я, конечно, расстроилась и, ну, отпустила, так скажем, эту ситуацию. И поехала сегодня утром, когда уже приехала в Петербург, поехала на одну очень приятную встречу, прогулку. И взяла ежей с собой. Я знала, что, скорее всего, где-то я приземлюсь в парке и буду вязать. Ну и думала заодно в питерских красивых местах пофоткать этих ежей. Я, кстати, совсем забыла это сделать. И так получилось, что я на встрече со своими прекрасными подругами рассказала про эту историю. И одна девушка попросила показать ежика на фотографии. А он у меня как раз был с собой в сумке. И влюбилась в него и сказала, что очень хочет подарить этого ежика своей дочке. Потому что сегодня она улетает. И совершенно волшебным образом этот ежик полетит сегодня знакомиться со своей новой хозяйкой в Екатеринбург. Ну а нового яркого мини-ежа я свяжу еще одного просто. Дождусь, когда мне пришлют цвет иголок. И схожу в магазин и приступлю к вязанию. Так вот, про ошибки. Ошибки по поводу цвета, ошибки по поводу размера, ошибки по поводу пряжи, внешнего вида изделия, они случаются. Ну потому что, возможно, не хватает коммуникации между мной и заказчиком. Возможно, где-то человек делает очень эмоциональный заказ. А я так радостно тоже эмоционально реагирую на это, что могу забыть уточнить какие-то детали, какие-то формальности. Ну или бывало такое, что у меня делают заказ, а я понимаю, что у меня сейчас есть еще другие работы на крючке, и я ставлю этот заказ в очередь. Так, делаю ошибку. Видите, я даже здесь делаю ошибки. Распускаем. Нашла ошибку, но быстренько ее исправила. Что я говорила? А, бывает, что мне делают заказ, а я его не сразу могу выполнить, и я ставлю этот заказ в очередь. И пока я дохожу до вязания этого конкретного заказа, я бывало, что забывала особенности, о которых меня просили заказчики. Это тоже моя ошибка, и я сделала из нее выводы, что перед тем, как приступить к заказу, я еще раз напоминаю заказчику о том, что вот был такой запрос, и нужно уточнить еще раз цену, нужно уточнить еще раз пряжу, размеры и так далее. А я бывало, что этого совсем не делала. А потом удивлялась, что получается не так, ну или что приходится исправлять. Еще была одна моя ошибка, когда я писала заказы, ну по дружбе, так скажем. То есть человек заказывает, а я не уточняла стоимость этого заказа. То есть человек реально думал, что я просто так вяжу игрушки как бы в подарок. И потом получалась неприятная ситуация, когда я заказ уже отправляю по почте и озвучиваю стоимость заказа и стоимость доставки, а для человека это сюрприз оказывается. И, конечно, он в этом не виноват, и, конечно, это мои такие недочеты. И теперь, даже если я вижу что-то своим знакомым и друзьям, я прямо стараюсь вначале прописать стоимость, условия, сроки и так далее. Еще такая прям моя личная ошибка, на которую я стараюсь прямо обращать внимание, это мои переживания. Мои переживания в момент, когда я что-то вяжу. Я могу увлечься и думать о чем-то другом, о том, что меня волнует, пока вяжу заказ по кому-то другому. И в плохом настроении у меня бывают неровные рядочки или слишком тубое, например, вязание. Хотя везде рисунок один и тот же, но здесь посвободнее, поспокойнее такие рядочки получаются, а где-то прям узлы стянутые. Вот, поэтому моя ошибка в том, что я вяжу не всегда в хорошем настроении. Хотя очень-очень стараюсь за этим следить и создавать вещи с благостным настроем и с приятными, такими спокойными мыслями о человеке, которому вяжу определенную вещь. Да, сложно, конечно, вязать узор. Я хоть его уже и выучила. Но тут каждый рядочек особенный. И он, естественно, зависит от предыдущего. Сложно вязать узор и параллельно что-то рассказывать. На самом деле говорить о своих ошибках – это для меня новая достаточно практика. Признавать свои ошибки и даже выносить их вот так вот в публичное пространство – это определенный такой психологический процесс для меня. Я вам не рассказала, где я была во время своего отпуска, про одно очень трогательное и душевное мероприятие для меня. Это была поездка в Москву навстречу с моим психологом и большим количеством женщин, которые проходили всякие разные программы. В этом тренинг-центре у этого психолога. Психолога зовут Ирина Маслова. Я с ней уже больше 12 лет. Понятно, что не только с ней. У нее есть свой тренинг-центр «Гравитация». И она обучает других психологов своему методу работы. И это была встреча необычная тем, что она была такая уникальная, единственная, что ли, в своем роде. Я очень волновалась и поначалу даже не собиралась ехать на эту встречу, потому что я была в Ростовской области, вообще-то в отпуске. И Москва как бы далековато оттуда. В сутки надо было ехать на поезде. А потом я почувствовала вдруг острую необходимость там побывать, чтобы зарядиться этой энергией счастливых женщин, зарядиться этой энергией неравнодушных женщин, неравнодушных к себе, неравнодушных к своим отношениям с близкими, к своей профессии, к своему делу. И обычно после таких встреч, тусовок, у меня происходит море осознаний, понятно, радости, приятных знакомств. И я прямо вхожу в такое очень ресурсное и создающее состояние. Благодаря этим встречам они меня прям вдохновляют и побуждают на новые свершения, новые дела. Поэтому я всё-таки решила на эту встречу съездить. И основная тема этого мероприятия, это была тема про неидеальность. Это как раз та тема, которую я благодаря этим видео для себя тоже прокачиваю. Ну, а неидеальность, она очень рядом ходит с ошибками в нашей жизни. И мой внутренний перфекционист, конечно, посмотрел на всё это мероприятие, на меня. И постоял, помолчал в сторонке, не сильно там выпендривался. И хорошие процессы запущены благодаря этой встрече. Это был ещё и тренинг, помимо встречи, это была потом и автограф-сессия, и приятное общение. И все эти пять часов, пока длилось мероприятие, я чувствовала большую благодарность и Ирине Масловой, и её тренером, ну, и себе, конечно, за то, что я смогла приехать, потратить своё время, деньги, в конце концов, отпуск на то, чтобы там оказаться. До сих пор меня догоняет на сознание. Ну, и благодаря, собственно, этому тренингу и этой встрече, я, вот видите, с вами делюсь своими какими-то недостатками, своими ошибками в работе и в жизни. И что же мне делать с этим мотком? Смотрите, какой злюка! Вот сколько тут напряжения, да? Ну, хорошо бы это напряжение всё распутать. Ладно, раз образовалось напряжение, значит, пора заканчивать. Буду распутывать этот моток в более спокойном, неторопливом состоянии вечерком. Это будет моя медитация. Сейчас я побегу навстречу с моей подругой Викой. Она мне, кстати, для этого мероприятия в Москве, где мы были все в белом, одолжила платье. Вы его видели тоже в одном из шортсов. Я вот еду вике это платье отдавать и везу баночку варенья в благодарность из Ростовской области. Прощаюсь с вами на сегодня. Интересный отпуск заканчивается. Будет ли у меня желание продолжать эти разговорчики за вязанием? Ну, поживем, увидим. Думаю, что до новых встреч. Лайк, подписка, комментарии. Пока. Всем привет. У нас уже вечер. И это посткриптум к тому видео, в конце которого я уже с вами попрощалась. Я вспомнила еще одну ошибку, которую мне важно проговорить, потому что с этого момента я перехожу на следующий уровень. И еще одна большая ошибка, которую я совершаю уже который год, это вязание бесплатно или низкая цена. Когда я только-только начинала вязать на заказ, я посмотрела много разных видео вязальных блогеров и только по поводу ценообразования. И цена на изделие, она складывается, ну, понятно, из себестоимости пряжи и других материалов, которые используются в вязании, а также из стоимости работы. Так вот, работу предлагается рассчитывать из времени, которое я потратила на вязание, и даже из временных затрат на покупку пряжи, на поход в магазин, на выбор мастер-класса и так далее. Короче, основная цена – это время, которое я трачу на выполнение заказа. Так вот, рекомендации блогеров были такие, что час стоит 300 рублей. Я тогда еще подумала, 300 рублей в час я брала за подработку няней. когда-то, много-много лет назад, когда переучивалась в колледже на педагога. И сейчас, типа, 300 рублей в час – это очень дешево. Но что вы думаете? Я рассчитываю время, которое я трачу на заказ? Нет. Что вы думаете? Я ставлю соответствующую цену? Нет. Короче, сегодня цену на ежи я повысила. Ежи стоили 700 рублей, теперь они по 1000. То ли еще будет. Еще одну ошибку вспомнила, хотя уже с вами попрощалась. Ошибка прямо на вырост. Ошибка в том, что я стесняюсь, когда люди хвалят мои работы. Я стесняюсь. Я занижаю свой вклад. Я становлюсь такой маленькой-маленькой, что, типа, да ладно, это вообще фигня. Вот. Я вслух сказала про свою ошибку. И торжественно клянусь, что теперь буду отслеживать свои реакции и стараться себя хвалить, собой восхищаться, ну и ценить свой труд, свою работу, свой результат. Ну и какой вывод можно сделать из всех моих признаний? Ошибки, дорогие. Я вас вижу. Порой я сама себя ругаю и виню за то, что где-то проворонила, где-то не заметила, где-то допустила. но мир не идеален и я не идеальна. И ошибки совершать можно для того, чтобы жизнь была всякой-всякой разной, для того, чтобы делать выводы и для того, чтобы продолжать развиваться и не стоять на месте. Вот. Так что я благодарю себя, что была с вами откровенной и я благодарю вас за то, что вы выслушали эту мою исповедь, как сказал один мой подписчик в комментарии. До новых встреч! Пока-пока! Много слов понапрасну Оправданий и слез Пусть тяну Всю взвалю На себя И свалю Четких рамок Без правил Не напишет Никто извлеку Свой урок И пойду Вдоль дорог Ошибки Все делают ошибки И грязные фальшивки Оставляют замены Но Ошибки Все делают ошибки На грязные фальшивки Совершает обмен